Производство Компании Техномуви Великолепная Италия Эмилия Романья Путешествие от океана вглубь территории По замкам и городам искусств Изучая культурные столицы, где каждый уголок может поведать свою историю По земле моторов, искусство, изысканной кухни, всемирные славы и бесконечного количества достопримечательностей От республики Сан-Марино до Пантекио-Маркони У самой южной оконечности провинции Эмилия Романья Над глинистым основанием возвышается на две сотни метров скалистый хребет Кажется, что гора Монте-Титана возникла как природная оборонительная крепость По легенде, именно здесь святой Марин нашел убежище Спасаясь от антихристианского преследования в эпоху Римской империи Созданная им религиозная община положила начало республики Сан-Марино Независимому государству со своими границами и правительством Его территория 60 квадратных километров, население 30 тысяч Это одно из карликовых европейских государств Меньше его только Ватикан и княжество Монако В соборе Сан-Марино хранятся останки его основателя Он символ народа, для которого идея свободы всегда была превыше всего У них даже главная площадь называется Либерта Здесь находятся учреждения, изображенные на сан-мариинских евро На монетах также изображены три крепости Сан-Марино, расположенные на горных вершинах Старейшая из них, Ларокка, построена в средние века В последующие столетия для защиты горожан возникли еще две укрепленные башни Самая маленькая, или Монтали, расположена в стратегически важном месте Для наблюдения за приближением врагов Центральная крепость под названием Фратта стоит на самом высоком месте Сегодня в ней Государственный музей старинного вооружения В Сан-Марино слово «Кастелло» означает не только крепость, но и административную область Республика поделена на 9 Кастелло В области Сэровалле находится город Догана, который расположен на границе государства На противоположной стороне мы возвращаемся на территорию Италии И наше путешествие продолжается по холмам, на которых разбросаны старинные города и поселки Эхо Средневековья различимо на улицах городка Лонджану Даже когда мы обращаемся к его истории 20 века Подвалы старинного замка во время Второй мировой войны использовались как бомбоубежище В этих местах проходила линия фронта между германскими и союзническими войсками У въезда времени находится парк-музей, в котором представлены тысячи единиц военной техники, оставшейся после окончания боевых действий Здесь есть и коллекция летательных аппаратов различного назначения, которым уже никогда не подняться в небо Они — молчаливые свидетели истории авиации и истории самого 20 века, его войн и изменений во времени Война не пощадила римени, вписав новую страницу в его историю, которая началась на много веков раньше Арка Августа — один из первых монументов во славу могущества империи, сооруженных за пределами Рима Античный Ариминум был первой римской колонией в долине реки По Площадь, которая раньше носила имя Юлия Цезаря, теперь названа в честь трех бойцов сопротивления — уроженцев Римени Задолго до того, как стать меккой для любителей летнего отдыха, Римени уже был известен как город искусства С 13 века церковь Санта-Агостино украшает самая высокая колокольня города Следы прошлого Римени запечатлены на камнях римского моста Тиберио и замка Сисмондо Построенного по указанию Сиджизмондо Пандольфа Малатеста в 15 веке Крепость эпохи Возрождения встроена в городские стены неподалеку от средневекового замка Дель Оренго На протяжении веков сюда, к фонтану Делапинья, приходили за водой горожане Среди них был и архитектор Леон Батиста Альберти, который приехал в Римени достраивать Темпио Малатестиану Семейный мавзолей, заказанный Сиджизмондо Произведение искусства – лишь фон для подлинной жемчужины Римени – моря Город быстро перерос свои исторические границы, благодаря, в частности, развитию летнего туризма Элегантный символ Римени начала 20 века – Гранд-Отель, который часто использовал для съемок своих фильмов Федерико Феллини – уроженец Римени Современный порт – наследник римского порта Ариминума Его бурная деятельность летом вносит большое оживление в жизнь города Летний туризм стал популярен в Римени с середины 19 века, когда были основаны первые купальни Это стало первым шагом к развитию нового Римени Спустя столетия экономический бум после Второй мировой войны превратил Адриатическое взморье Романьи в символ доступного летнего отдыха Адриатическое побережье к северу от Римени развивается по пути главного города Пляжи тянутся более чем на сотню километров Среди элегантных отелей и современных зданий расположены морские курорты, такие как Белария и Джезенатико Вода играет ведущую роль в городке Черлия, даже на шахматной доске его соливарин Добыча соли в черви производится на площади 800 гектаров Это многовековая традиция Двигаясь вдоль побережья к городку Милану-Маритима, мы встречаем охраняемый природный парк Зеленые сосновые рощи вокруг класса указывают путь к Равенне Датируемый шестым веком собор Санта-Полинара в классе строился на берегу моря Само название классе происходит от латинского классис, что означает римский морской флот Этот собор – первый знак ценнейшего художественного наследия, с которым нам предстоит встретиться Процветавшая в античные времена торговля способствовала строительству группы однотипных памятников в течение нескольких десятилетий Сегодня эти памятники входят в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО Камень, из которого их строили, привозили с Востока Византийская мозаика, украшающая интерьеры, тоже имеет восточное происхождение Равенна стала столицей мозаики между V и VI веками То есть в период, когда власть переходила от короля Остготов Теодориха к византийскому императору Юстиниану В этот период в Равенне были построены религиозные здания величайшей значимости Храмы, баптистерии, мавзолеи В них сохранились великолепные мозаичные украшения византийского периода В те времена Равенна была одним из наиболее значимых городов всего полуострова Ее искусство находилось в самом расцвете творческой зрелости Ее памятники полторы тысячи лет хранят мозаики, которые представляют собой уникальное художественное наследие Но столица мозаики в более поздние времена обновила свой уникальный статус Благодаря современным художественным проектам В коллекции городского художественного музея Равенны Есть ряд произведений, которые потрясают своим изумительным искусством На выставке представлено около 20 художественных панно Воспроизведенных в мозаике мастерами Равенны Если бы город был поэзией, он мог бы вдохновить великого мастера литературы Данте Олегьери Его могила находится в Равенне, потому что здесь он провел свои последние дни в 1321 году Последний период его жизни начался с путешествия по долинам Комакио, что к северу от города Когда-то эти болота были синонимом малярии Сегодня это обширная заболоченная территория с богатой флорой и фауной Долины Комакио – часть регионального парка дельты реки По И включают в себя ряд озер, которые разбросаны на 15 тысяч гектаров между сушей и морем Дельта образована наносами реки По, самой длинной в Италии Они постепенно изменили вид побережья Ее история – это история людей, которые занимались мореплаванием и сельским хозяйством по берегам этой солоноватой реки Основа процветания Комакио – изобилие рыбы в местных водах Сегодня они – живое свидетельство развития культуры лагуны Освоение этих земель началось во времена античности и было продолжено монахами-венедиктинцами Строительство аббатства Помпоза началось полторы тысячи лет назад Но в 12 веке По стало многоводнее Весь район оказался заболоченным, и монахи перебрались в Феррару Исторический центр Феррары, окруженный 9-километровой оборонительной стеной Еще одна жемчужина региона Большинство местных укреплений с бастионами возведено между 15 и 16 веками По распоряжению семейства Эсте Эрколе I д'Эсте радикально изменил планировку города Он придал ему новый облик перед тем, как подарить его своей невесте Элеоноре Арагонской Даже средневековый замок, построенный веком раньше, превратился в элегантную дворцовую резиденцию На оборонительных башнях вместо бойниц появились балконы из благородного белого камня Род Д'Эсте правил феррарским герцогством 400 лет Он был одним из знатнейших родов Европы При дворе большое внимание уделялось культуре и искусствам Что видно, например, по фрескам на первом этаже замка Большинство красот феррары связано с домом Эсте Например, статую герцога Борсу на троне И маркиза Никола Третьего на коне Но самый знаменитый символ феррары, свидетель и наиболее яркий носитель множества преобразований Собор Сокровище эпохи Возрождения Колокольня в самом центре города Она облицована белым и розовым мрамором Сокровище эпохи Среди колоколен феррары Есть одна, представляющая собой отдельную главу в истории семейства Эсте Это Сан-Джорджио Построенная для церкви, посвященной святому покровителю города Город изящен, как драгоценный камень Об этом напоминает фасад дворца Диаманти Названного так, благодаря граненым, напоминающим алмазы камням Украшающим его внешние стены Сегодня этот дворец – престижный выставочный центр Который дает ферраре возможность ежедневно ощущать свою связь с искусством Здесь даже водоем 20 века – значимый памятник Обширные площади феррары делают его очень живым, зеленым и просторным городом Это продолжение той мечты о прекрасном, которую выразила и реализовала несколькими веками ранее семейство Эсте Продолжая открытие мили и романьи, мы оставляем феррару и направляемся в сторону столицы региона На южной границе долины По Среди холмов расположен город античного происхождения с богатой многовековой историей Исторический центр Болонии – бесконечная череда знаменитых символов и изображений Как, например, тритон на площади Маджоре, который в 16 веке стал причиной публичного скандала Дворец Патеста – главное здание на центральной площади Архитектура, его окружающая, говорит о веках экономического и культурного развития Его величие подчеркивается размерами собора Святого Петрония Фасад его, даже спустя 600 лет после начала осуществления этого амбициозного проекта, остается незавершенным В средние века здесь было почти 200 башен – символов власти и богатства местных семейств Сегодня наиболее известны Горизенда и самая высокая Осинелли В силуэте города они расположены бок о бок Башни стоят в начале улицы Маджоре, где находится еще одна характерная достопримечательность Болонии Созданные в средние века, аркады сейчас протянулись более чем на 40 километров И играют важную роль в общественной жизни за пределами домашних стен Концентрация церквей и монастырей – контрапункт в истории светской жизни города Как известно, Болонский университет основан почти тысячу лет назад Величайшие ученые разных эпох поднимали культурный престиж Болонии Тем временем строились новые церкви, как, например, готическая церковь Сан-Франческо Другие перестраивались, получая новый облик в соответствии с изменениями эстетических идеалов Болонская любовь к знаниям выходит за пределы города Туда, где в 1874 году появился на свет человек, сделавший революционное открытие Все началось здесь, среди холмов у городских ворот, в районе, который тогда назывался Прадуро-Эсасо А теперь назван в честь Гульельма Маркони Здесь мы увидим виллу его отца И маленького мальчика, который забросил уроки ради изучения электрической батареи Который подписывается на журналы и мечтает о научной революции Сегодня в музее Маркони воспроизведен весь его путь к изобретению С достоверной реконструкцией всех приборов, которые открыли дверь в мир беспроводных коммуникаций Электрические импульсы, испускаемые его беспроволочным телеграфом Стали первыми предшественниками безграничных возможностей для общения В 1901 году Маркони впервые установил контакт через Атлантику Его энтузиазм легко различим в речи, которую он произнес несколько десятилетий спустя Таким образом, мы получили подтверждение тому, о чем я уже подозревал некоторое время назад И что ныне стало реальностью Нет такого расстояния на Земле, которое не могла бы преодолеть радиокоммуникация С тех пор наука радиокоммуникации совершила гигантский шаг вперед И сегодня она предлагает человечеству самое мощное и универсальное средство Из всех скоростных способов общения на дальние расстояния, которые известны миру Гульельмо Маркони Мы должны поблагодарить Маркони за написание первых слов в новой странице истории Которые применяются всюду, от военной радиосвязи до спортивных комментариев Сегодняшние радиопередачи и мобильные телефоны Не более чем эволюция той цели, которая была достигнута с блеском, упорством и трудолюбием На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова